Петрозаводский центр Не всегда успевает понять, что это тот же артист Театр Сатирикон приехал в столицу Карелии Сегодня в музее-заповеднике Кижи открылся новый летний туристический сезон Около двух сотен гостей из Великобритании, Канады, Австралии и США добрались до острова на теплоходе Для туристов подготовили пять новых тематических программ Знакомство с традиционной кухней и деревянной архитектурой Карелии Прогулка по охотничьей тропе и исторической деревне Ямка, а также велоэкскурсию Еще один повод для посещения уникального культурного памятника Увидеть завершающий этап реставрации Преображенской церкви Остров ждет своих посетителей Новый перинатальный центр может открыться в Петрозаводске уже через 2-3 недели Стройка завершена на 98% Накануне глава республики побывал там с инспекцией и увиденным остался доволен Тема продолжит Анжела Маркевич Руководитель региона прошел по этажам центра Везде почти полная готовность ко встрече будущих мам Пациентов ждут современные индивидуальные родовые палаты и операционные Здесь смогут проводить даже внутриутробные операции до момента появления малыша на свет Особое повышенное внимание строители уделяли вентиляционной системе и пожарной безопасности объекта Для ускорения внешнего благоустройства на месте по телефону были даны поручения Минтранспорта Им нужен асфальт вокруг перинатального центра ложить Потому что пока они асфальт не положатся, они не могут там какие-то работы закончить Плиточные, отмозг и так далее У них все, деньги есть, они готовы плащивать Это дорога, которая за перинатальным центром, это другая тема А сам перинатальный центр завершить асфальтирование Давайте побыстрее попробуйте их запустить Подрядчик отчитал со всей работы Практически выполненное электроснабжение готово включить по постоянной схеме В конце мая можно запускать персонал, включать аппаратуру Мы сейчас начали работу по расстановку медицинской мебели, медицинского оборудования Мы планируем всю эту работу завершить в ближайшие недели полторы Как мы вам показывали, пищевого благоустройства 20-25 числа В связи с этим планируем уже документально оформлять завершение строительства Вопрос долгов по заработной плате строителей пока остается Деньги работникам не выплатили занятые на объекте субподрядные организации Однако глава республики заверил, что ситуацию держит под контролем Мы центр построим, естественно А вопросы с заработной платой пока не доведем до логического конца Каждый случай, каждую жалобу Мы, естественно, эту деятельность совместно с прокуратурой и Следственным комитетом не прекратим Анжела Маркевич, Евгения Легкая, Сергей Беляев, САМПО ТВ, 360 Одной из трех компаний, занимающихся вывозом мусора в столице Карелии Грозят штрафы и расторжение договора За первые 10 дней работы на подрядчика Экоград-Петрозаводск поступило немало жалоб Организация обслуживает треть города Это Октябрьский, Первомайский, Соломино, Центр, Галиковка и Зарика А также часть Зоозерья По словам местных жителей, некоторые площадки просто завалены мусором 14 мая мы проанализируем двухнедельные итоги работы Экограда Если исправление ситуации с 10 мая не будет заметно То я буду настаивать на том, чтобы вот эта претензия привела к расторжению договора В понедельник вместе с Петрозаводской администрацией жалобы жителей проверит и прокуратура Если договор все-таки будет расторгнут, то для уборки районов, которыми занимался Экоград Город привлечет муниципальные предприятия автоспецтранс Еще семь специалистов завершили обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в ПетрГУ Сегодня в Министерстве экономического развития республики новоявленным управленцам вручили дипломы Это 20-й выпуск президентской программы подготовки управленческих кадров Ее выпускники – специалисты предприятий и учреждений Карелии Гидромедцентра, Национального архива, Водоканала, Фонда госимущества Полгода назад они получили рекомендации от работодателя, прошли конкурсный отбор и попали в программу Ее реализует Петрозаводский госуниверситет Обучение каждый завершил защитой своего проекта Слушатели защитили выпускные проекты, которые должны помочь решить наиболее актуальную управленческую проблему организации Большинство, конечно, в той или иной степени реализуются Мой проект назывался «Укрепление позиций предприятия на рынке ипотечного кредитования республики Карелия» В первую очередь реализация проекта будет зависеть от нашего руководства, безусловно Но я думаю, что те или иные изыскания, которые были сделаны, мы, безусловно, будем применять на практике Руководители предприятий и учреждений, которые отправили своих сотрудников на учебу, говорят, что теперь на новоявленных управленцев Можно будет возложить более масштабную и серьезную работу Юлия Кучеренко, Влад Будников, САМПО ТВ 360 В Карелии гостит театр Сатирикон С руководителем коллектива Константином Райкиным встретился глава республики Артур Парфенчиков отметил, что карельские зрители очень ждали этих гастролей Билеты на предстоящие спектакли почти все раскуплены Глава республики рассказал Райкину о творческой стороне региона Пригласил его на фестиваль в Русский Аллу в августе Говорили и о возможном сотрудничестве Известному артисту показалось интересным предложение организовать театральную неделю в Горном парке В этот приезд театр Сатирикон актерам предложат посетить музеи Карельской столицы и остров Кижи Сатирикон привез в Карелию три постановки «Король лир», «Лекарь по неволе» и моноспектакль Константин Райкин своим голосом Об этом и не только на встрече с журналистами рассказал художественный руководитель театра Константин Райкин Это далеко не первый приезд Константина Райкина в Петрозаводск С городом его связывают многочисленные выступления с моноспектаклями Гастрольные поездки в столицу Карелии его отца А также школьные товарищи, с которыми он учился в Ленинграде Может быть поэтому слово «провинциальный» для него приятное Да и публика в провинции особенная По ней артист на глаз может определить, есть в городе театр или нет По способности публики понимать русскую речь И быстро реагировать на сложно сочиненные повествовательные предложения Потому что вообще такая житейская речь по стране, она какая-то мат с междометиями Ту, блин, блин, вот как они разговаривают Государственный театр Сатирикон – одна из ведущих сценических площадок Москвы В середине прошлого века он создавался как театр сатирической и комической направленности В начале 90-х взял курс на освоение мирового драматического репертуара Однако и сегодня комедии занимают значительное место в его афише К примеру, одна из привезенных постановок «Лекарь по неволе» Наполнена мгновенными перевоплощениями, которыми славились спектакли Основателя театра, прославленного сатирика Аркадия Райкина Зритель не всегда успевает понять, что это тот же артист Потому что если он уходит налево, в левую кулису И тут же появляется справа, просто тут же Вообще в другом, совершенно в другом костюме и облике То он только через некоторое время соображает, что это тот актер или актриса Приезд Сатирикона в Петрозаводск стал возможным благодаря федеральной программе Большие гастроли Уже четвертый раз с помощью Федерального гастрольного центра На сценах национального и музыкального театров В нашем городе выступают самые известные артисты лучших театров России Евгения Легкая, Владимир Волотовский, Сампо ТВ 360 Почти сотню социально значимых объектов адаптируют для людей с ограниченными возможностями А карельским лесам подарят новую жизнь Об этом и другом расскажем коротко Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 17 гимназии прошел урок мужества Старшеклассники задавали вопросы ветерану Великой Отечественной войны Василию Петровичу Репникову На встрече с корейским бойцом побывала и наш корреспондент Светлана Воробьева Встретиться со школьниками ветерану Великой Отечественной войны Василию Петровичу Репникову Предложил глава Республики Артур Парфенчиков Бывшему фронтовику, свидетелю тяжелейших событий, выпавших на долю нашей страны Есть о чем рассказать молодому поколению, от чего предостеречь Я очень благодарен, что Василий Петрович как-то так сразу откликнулся Несмотря на то, что там уже планы были Он очень активный еще у нас ветеран Василий Петрович оказался на фронте в 14 лет Говорит, сбежал из дома в тайне от родителей Служил на Корейском и на Волховском фронтах С особым чувством сейчас вспоминает о том, как участвовал в прорыве блокады Ленинграда Какая радость была у людей, когда мы проживали в блокаду Ленинграда Это по фронту было всего 16 километров Зато пошли вагоны с продовольствием и с мордированием, все в Питер И когда встречались мы с Ленинградским фронтом, понимаете Шришенбург, значит, наш батальон, значит, борол Это просто мы последние куски хлеба, сухари отдавали Для школьников общение с ветераном Великой Отечественной войны Возможность редкая, почти уникальная Интересно все, как проходили будни молодого бойца Приходилось ли бороться со страхом и с какими чувствами встречал победу Когда мы были в разведке, выпнули тетрадшей, рост был маленький Я, по сути дела, как в 14 лет, ни миллиметра не вырос Какой остался, какой так и есть Вот меня, значит, закидали гранаты Я на нейтральной полосе отлежал в 12 часов Так какая честь была Я солдат был, а командир полка приказал живым или мертвым, а вытащить А день победы я в госпитале Меня в последний раз ранило 20 апреля 45-го года У меня сильное ранение было, понимаете, в госпитале Ну, все равно я, значит, хоть с костылями, но праздновал В ответ школьники показали инсценировку, с которой выступали назорницы, пели песни о войне и читали стихи День победы и в огнях салюта будто гром Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек Как понять и как осмыслить это 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света и живых, отчаянно живых Еще одну свалку в черте Петрозаводска обнаружили общественные наблюдатели На месте уже побывали специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Сейчас они проводят проверку Подробности в нашем следующем сюжете Строительный мусор, бетонные блоки, емкости с жидкостью и снова отходы лесоперерабатывающего производства Все это на территории бывшего совхоза Тепличный Мужчина представляется ее арендатором и рассказывает, что металлолом собирает, а потом сдает на переработку А кору покупает у предприятия для производства удобрения Все законно, однако от официальных комментариев арендатор отказывается В соответствии с сертификатом кора должна храниться в закрытом помещении Она должна быть сухой и находиться на бетонированной площадке Но на деле кора прямо на земле Ею засыпан мусор Все выглядит как захоронение отходов разной степени опасности Что же именно здесь происходит на самом деле, сейчас выясняют специалисты Минприроды Они выезжали сюда с проверкой Сегодня мы устанавливаем собственника, либо арендатора, либо субарендатора земельного участка И далее нам будут приняты процессуальные решения Общественники утверждают, разбросанная кора уже нанесла вред экологии города Например, на этом стадионе по дороге в Соломиное И вот результаты коры под торговой маркой Соломинского лесозавода Порядка, наверное, метров двух навалено Она здесь уже лежит несколько лет И вот видно, что сосны по всему периметру стадиона просто стоят сухие Общественники возлагают ответственность на Соломинский лесозавод И хотят привлечь к проблеме внимание В Петрозаводской администрации подтвердили, что с темой свалок коры знакомы Но ответили более лаконично По Тепличному там действительно есть вывоз коры преимущественно То есть у нас единственная обязанность возникает, что это в черте города Эту ситуацию контролировать и влиять на нее И поэтому мы с природоохранным прокурором тут очень в тесном контакте А то, что общественники называют, что это кора вывозится с Соломинского лесозавода Как можете прокомментировать? Лесозавод говорят, что это не они Только так могу прокомментировать Напомню, около месяца назад руководство предприятия подписало с правительством Карелии соглашение Документ предусматривает в частности переход на безотходное производство Вы прекрасно понимаете, не бывает лесопиления без отходов И мы сейчас задумались на комплексный подход, чтобы практически полностью уйти от продажи Мы занимаемся реализацией своих вторичных ресурсов Я имею в виду и щепы, и пила И самим поставить производство пилет На реализацию этих планов потребуется время А пока кору находят общественники в самых разных местах Светлана Воробьева, Владислав Бутников, Александр Борисов, САМПО ТВ 360 Это все новости на сегодня С вами был Эдуард Тур До встречи на следующей неделе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин